Сегодня разговариваем с Светланой Гатман, которая два года как проживает в Селестецхане Криволинского района. Светлана педагог. И в эти дни, в мартовские, какие у вас воспоминания, что вас будоражит, что вас вдохновляет? Знаете, весна, тепло, солнце, цветы, женщины, надежды, красиво. Весна вообще вдохновляет на творчество, поскольку я учитель трудового обучения, я люблю заниматься творчеством. И весна меня вдохновляет на творчество, я успокаиваюсь, мне комфортно, мне хорошо. Ну и надежды, самые добрые надежды на то, что скоро все будет хорошо. Как прошли эти два года в вашей жизни? Два года я прожила в другой стране. Я не буду говорить, что это чужая страна, это другая страна. Это страна, это родина моего мужа. Два года, конечно, очень тяжело. Тяжело в первую очередь морально. Но работа, дети, дом, семья, как-то все помогают мне бороться с проблемами, с душевными переживаниями, которые есть у меня в душе. Душевные или материальные? Нет. Вы знаете, когда я приехала в Молдову, и мы уже два года здесь всей семьей, произошла переоценка ценностей. Абсолютно нематериальные. Абсолютно. Две разные жизни, до и после. Раньше, да, мы к чему-то стремились, нам нужно было заработать денег. Сейчас это совсем другое. Сейчас самое главное – это здоровье и жизнь, и мир в моей стране, и здоровье моих родных, близких. Откуда вы приехали? Мы приехали из Донецкой области. Маленький шахтерский городок, родинское. И что вас заставило приехать именно в эти годы сюда? Началась война, да, 24-го, в 22-м году. Мы долго думали, как нам поступить. Мы никогда не думали о том, что это будет такая полномасштабная война. И мы собрали сумки. И мы сидели долгое время и думали, что же нам делать. Звонит мама свекровь моя, звонят братья, звонит сестра. И говорит, ну зачем вы там приезжаете? Но это было настолько тяжело принять это решение. Мы собрались, да. Встали утром и решили, что мы никуда не поедем. Все-таки держал наш дом. И то, что это мой город. Я там родилась. Там пришло мое детство. Там родились мои дети. Потом, 6 марта, у нас в городе прозвучали первые взрывы. У меня очень сильно испугалась Полина, моя старшая дочка. После этого мы уже не стали думать. Мы положили свои всю жизнь в две сумки. Положили эти две сумки в машину и приехали в Молдову. Почему в Молдову? Потому что это родина моего мужа. И в это время вы не оставили своих учеников, потому что педагог. Два года мы учимся на дистанции. Система у нас уже дистанционная, налажена 100%. И каждое утро, 8.20, мой день начинается с того, что я встречаюсь со своими учениками. У меня 7-й Б-класс, 32 ученика. Все находятся в разных уголках. Кто остался дома, кто в Украине в разных областях, кто за границей. Но, тем не менее, каждое утро, 8.20, у нас утренняя встреча, где мы разговариваем о том, как настроение, как дела, как прошла ночь, какие ожидания. Поддерживаем друг друга. Я учитель трудового обучения и основ здоровья. И ваши коллеги тоже самое делают? Да, у нас коллеги тоже. Кто в разных областях Украины, кто в одной области, кто в другой, кто тоже за границей находится. У нас проходят совещания при директоре. Мы встречаемся онлайн. Можно сказать, что ничего не изменилось, только вот эта дистанция нас разделяет. А так все то же самое. Уроки, повышение квалификации, курсы, конкурсы, учитель года, олимпиады. Все то же самое. Единственное, что вот эта дистанция, которая нас разъединяет. Когда посетили в последний раз свой дом? Украину, да. Я была на зимних каникулах. Это было зимой после Нового года. Я ездила на неделю. У меня в Украине дома осталась мама и бабушка. Я ездила их проведать. И я встречалась со своими учениками. Те, кто в городе, мы встретились. И как они? Хорошо, были рады видеть меня. И я их была очень рада видеть. Как вам удалось внедриться в стецканское сообщество? Потому что село маленькое. Как они вас приняли? Вы знаете, я как только приехала, нужно было где-то работать. Муж устроился на заправку, заправляет машины. А мне пришлось какое-то время поработать в поле. Я собирала черешню, клубнику. Были соседи наши, которые рядом с нами живут. Ну, вы знаете, они меня помогали. Потому что, опять же, барьер язык подсказывали. Ну, вот так я поработала. С 1 сентября уже стала работать в школе. Ну, как сказать. Я очень много времени, у меня занимает работа. Дистанция, это тяжело в том плане, что 8.20 начались уроки. В 2 часа они закончились. После этого я уделяю время своей семье. Мне надо приготовить, кушать, накормить свою семью. После того, как я это все сделала, я обратно сажусь за компьютер. Потому что мне нужно на следующий день выкладывать уроки, планировать конференции, готовиться к урокам. И практически нет иногда даже времени. Знаете, ну, мы знакомы со многими. Общаемся с родителями, потому что мой ребенок посещает садик. Все замечательно. С Ольгой Владимировной у нас общие разговоры, темы для разговоров. Потому что она тоже педагог. И мы иногда понимаем друг друга с полуслова. Можно так сказать. Что было самое трудное в вашей жизни, в вашей молдавской жизни за эти 2 года? Самое трудное было, знаете, когда вот каждый раз думаешь о том, что мы скоро поедем домой. Мы собирались в сентябре домой. Потом в следующем сентябре собирались домой. Смотрим, естественно, новости, прогнозы о том, что весной все закончится. И вы знаете, мы собираемся, ну, не то чтобы собираемся, да, мы мыслями, что мы поедем домой скоро. И тут мы понимаем, что мы не поедем домой. И еще нельзя ехать домой. Поэтому самое тяжелое вот осознание того, что и неизвестности. Ты не знаешь, что будет дальше. Ты не знаешь, что будет завтра. Вот это самое тяжелое, когда ты не знаешь, что будет завтра. Мама осталась, бабушка осталась, а вы уехали. Мы уехали. Вы знаете, если бы я когда увидела, когда моя дочь отреагировала на взрывы, и я вам хочу сказать, это были еще цветочки. Первые взрывы, они не были очень громкими, но тем не менее. Моя мама сказала о том, что дочечка, внуки мои, едьте. Мы хотели забрать, мы говорили о том, что мама, у меня очень пожилая бабушка, ей 90 лет. Ну, вы же понимаете, люди, которые всю жизнь прожили в своем доме, мне насколько было тяжело расставаться со своей квартирой и приезжать в другую страну. А люди, которые там прожили всю жизнь, маме моей уже 63 года, бабушке 90, для них это вообще, они даже не хотят слушать ничего. Они будут там находиться до последнего. Дай бог, у нас будет все хорошо. Мы молимся за то, чтобы в нашем городе все было нормально, чтобы был мир, чтобы не было обстрелов, чтобы не было Мариуполя, чтобы не было Авдеевки, разрушений таких. Ну, пока мама там. Она благословила нас на то, чтобы мы здесь. Она постоянно звонит и говорит, я очень спокойна за то, что вы в тишине. Я за вас спокойна. И ваши мартовские пожелания? Вы знаете, я хочу в первую очередь пожелать всем здоровья. Здоровье – это самая большая ценность в нашей жизни. Никакие материальные блага, ничего, не заменят мир в стране. Поэтому всем желаю весеннего улыбчивого солнца. Желаю всем всего самого наилучшего. И чтобы в этой стране и в любой другой стране никогда не было войны. Потому что это действительно очень страшно. Страшно в первую очередь, что наши дети в 21 веке знают, что такое война. Они знают, как вести себя, когда обстрелы. Они знают полностью алгоритм действий, что им нужно делать. Если они находятся на улице и попали под обстрел, они знают, как ложиться. Они знают, как закрывать голову руками. Зачем нужно открыть рот и закрыть уши. Они это все знают. И это очень страшно. И когда, вы знаете, у меня проходят уроки основ здоровья. И у нас большой акцент сейчас именно на безопасность. Мы очень много разговариваем о безопасности, обо всем. Я всегда говорю детям своим. Знаете, дети, запомните все, что я вам сейчас скажу. Отложите здесь вот себя в голове. Но я вам желаю, чтобы вам никогда в жизни этого не пригодилось. Чтобы вы никогда не бежали от обстрелов, не прятались. Очень страшно то, что дети знают, что такое дрон, что такое снаряды, как они выглядят, что такое минометные обстрелы. Ну, это очень страшно. Я желаю, чтобы никто никогда в жизни не знал этого. Мира, всем добра, ну и самое главное здоровья.